Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Найтмар, и сегодня мы будем говорить о нашей таверне под ведьмачьим мечом. Собственно, меня, наверное, вы все знаете, раз вы на моем канале, но сегодня я познакомлю вас с нашими соучредителями таверны под ведьмачьим мечом. Меня зовут Владимир Лихотин. Меня зовут Михаил Бударин. Основателями таверны под ведьмачьим мечом являемся мы втроем, и с нами есть еще один человек, которого вы, возможно, тоже знаете. Зовут его Андрей Николаевич Зайкин. У него есть довольно крупный ютуб-канал. Ссылка в описании. Ссылка будет в описании. Да, но сегодня его, к сожалению, с нами нет, поэтому мы будем рассказывать о таверне втроем. И для начала я попрошу ребят немножечко рассказать о себе. Мы простые деревенские парни с Михаилом. Мы родом из маленького провинциального города Кострома. Приехали в Москву чуть более года назад. Открыли здесь бар «Раскол» на Менделеевской, всем вам хорошо известный. После него были уже такие заведения, как «Шелтер» по постапокалипсису и «Подземелья драконов» по D&D тематике. Обычно люди, которые называют себя «ресторатор», они открывают бары. Мы в бар «Австратер» делаем такие бары андеграундные. Они все находятся, кстати, под землей. Вот. И бар, про который мы сегодня будем говорить, под ведьмачьим мечом, он тоже находится под землей. Ба! Ба! Ну, кстати, мне кажется, таверна будет не совсем бар, потому что у нас будет прям очень обширная кухня с большим выбором разных тематических блюд. Это прям, ну, будет полноценная, прям мощная таверна. И сейчас я вкратце хочу рассказать, как вообще так произошло, что вот мы все собрались и основали данную таверну. Как ребята сказали, у них уже есть несколько действующих баров в Москве, в которые вы можете прийти в любой момент их работы, сами посмотреть, как там все круто. Собственно, в баре «Раскол», где мы сейчас находимся, неоднократно выступал я со своей группой «Старшая кровь». Здесь снимались все последние интервью, подкасты, и, наверное, все мои зрители с этим баром хорошо знакомы. И когда я в первый раз пришел в этот бар, я сразу проникся его атмосферой, проникся идеей с метанием топоров, которые вы тоже все видели по-любому у меня на канале. И еще давно-давно у меня зародилась идея создать какое-то собственное свое такое пространство, где можно будет не только вкусно поесть, попить, но еще и собрать вокруг себя единомышленников, которые объединены какой-то общей темой. Собственно, моя тема «Ведьмака». И так получилось, что в определенный момент мы с ребятами просто встретились. Я закинул такую идею, что, ребята, не открыть ли бы нам вместе таверну по «Ведьмаку», потому что у меня есть идея, концепция, уже готовая аудитория в виде вот моих зрителей, которые готовы приходить в такое место. И, как оказалось, вот ребята как раз думали над открытием нового заведения, и все звезды сошлись, и мы очень быстро нашли общий язык и решили, что будем вместе работать над новым проектом. Начали общаться, находить точки соприкосновения, поняли то, что мы все люди театра, мы работали в театре, и для нас открытие заведения, такая некая постановка, некий такой интересный процесс, который постоянно бурлит. Вот, у каждого есть свои роли, и будет премьера 1 октября. Бронируйте, приходите, будет круто прям. Ну, твою роль мы все хорошо знаем, и что там у тебя бурлит. В общем, идея зрела, хотел сказать, давно, но это не так. Саша все правильно сказал, идея пришла спонтанно, ее вкинул именно Nightmare. Казалось бы, решение было на поверхности, мы долго думали над тематикой следующего заведения, и все ходили вокруг да около. А самое громадное решение было скрыто от глаз, потому что мы все фанаты Ведьмака, все мы хорошо знаем игру, все мы читали книги, все мы смотрели этот божественный сериал от Netflix. Вот, и почему-то никому из нас не пришла идея в голову просто взять и открыть таверну по Ведьмаку. Но Саша пришел со своим предложением, и это была та ситуация, когда вот идея мгновенно на корню сразу созрела в голове, и мы полностью погрузились в нее, отдались ей полностью. И сейчас прикладываем все силы для того, чтобы с 1 октября вы все наслаждались нашей новой таверне. Сделать круто, будет много интерактивов, мы прямо вот с нетерпением ждем этого дня, когда можно будет уже все рассказать, показать, будет очень круто. Эта идея была настолько как-то схваченно принята сразу, что там чуть ли не в первый день, когда я эту идею закинул, ты вот, Вов, мне уже практически назвал даже дату открытия, когда мы будем открывать таверну, и оно, в принципе, все избылось. То есть мы открываемся 1 октября, и как раз ты мне тогда сказал, что это будет первая неделя октября. И все у нас как бы хорошо пошло, все идет по плану. И, как вот сейчас начал говорить Миша, у нас будет не совсем обычное какое-то тематическое заведение. У нас будет таверна, я бы даже сказал, с элементами ролевой игры. У нас будет большое количество разных интерактивов. У нас будет большое количество взаимодействий, персонала таверны с гостями, с посетителями. Более того, мы будем открывать собственное внутриигровое такое сообщество, которое будет называться Орден Ведьмаков, где наши постоянные гости смогут вступить в этот орден и стать частью таверны. Более того, в нашей таверне будет висеть настоящая доска заказов, как во всех частях Ведьмака, где наши гости смогут брать и выполнять настоящие квесты. Вот, будут отдельные дополнительные квесты для тех, кто вступил в наш Орден Ведьмаков. Для них будут какие-то еще дополнительные эксклюзивные штуки. У нас в таверне можно будет купить вот такие ведьмачьи медальоны, много еще всяких интересных штук, принять участие в очень необычных интерактивах, которые вы больше нигде не увидите. И все это будет сопровождаться невероятным антуражем вселенной Ведьмака. Многие жалуются, что название сложно выговорить. Но мы нашли лайфхак, нужно просто говорить медленно. Не под ведьмачьим мечом, а под ведьмачьим мечом. И тогда все хорошо получается. Собственно, почему такое название, тоже спрашивают? Да, некоторые люди, которые не знакомы с книгами Ведьмак, начали писать, что название вообще странное, не антуражное. Таких названий вообще не было. Вот, но если мы откроем книги Ведьмак, долистаем до самого конца. Сейчас будет немножко спойлер, когда у нас Геральт, Золтан и остальные его друзья сидели в таверне у Вирсинга в Ривии. И, собственно, начался ривийский погром, перед которым Геральт из Ривии отказался от своего ведьмачьего меча, который ему подарил Золтан, и сказал, что я все, больше не хочу быть Ведьмаком. А Золтан этот меч обратно принять не захотел, и он его передал трактирщику Вирсингу. И сказал ему, переименуй корчму, назови ее под ведьмачьим мечом. Пусть здесь ходят легенды, рассказываются разные истории. И, собственно, в этот момент случается ривийский погром. Геральт в последний раз снимает этот самый меч с камина и идет защищать простых ривийских жителей. И погибает. Собственно, название прямо взято из книг. И мы придумали свою легенду нашей таверны. Тот самый Вирсинг, который был свидетелем ривийского погрома, остается под впечатлением от подвига Геральта из Ривии, который встал на защиту невинных. И он уезжает из Ривии и отправляется по континенту собирать информацию о ведьмаках. В память о Геральте из Ривии, в память о всех ведьмаках, которые защищают простых жителей континента. И, собственно, через какое-то время, попутешествовав по континенту, познакомившись с некоторыми другими ведьмаками и собрав кучу разного ведьмачьего снаряжения, Вирсинг оседает в Новиграде и открывает ту самую корчму, таверну, которую он так и называет под ведьмачьим мечом, как его просил сделать Золтан. Собственно, так родилась легенда нашей таверни. Никто тогда не знал, что Геральт из Ривии потом вернется спустя пять лет и продолжит свои подвиги. Но таверна под ведьмачьим мечом существует и по сей день, и в ней мы с вами будем собираться. Находится она на Камергерском переулке 5-7. Да, Камергерский переулок 5-7 — это одна из улиц Новиграда. Рядом с Кремлем. Нерезинового Новиграда, также известного. Да, и таверна вне политики, вне религии. Она принимает как темерцев, как креданцев, нельфгардцев, эльфов, краснолюдов, низушков и вообще всех жителей Новиграда, Москвы, любого пола, возраста, вне зависимости от их каких-либо предпочтений. Давайте я вкратце расскажу про формат. Вообще, что такое таверна и в чем отличие таверны от бара, от корчмы. По поводу названия еще хотел сказать. Под ведьмачьим мечом, помимо того, что это аутентичное название из книги, и так хотел назвать таверну сам Геральт, еще... Золтан. Золтан, да. Еще по старой европейской традиции все заведения назывались либо под, либо у. То есть присутствовала такая приставка. Вот. Под Василиском, у трех роз и подобные им. Поэтому под ведьмачьим мечом вполне себе аутентичное название какой-нибудь европейской таверны там, средневековья. Вот. Что такое таверна? Таверна – это место, в которое ты окунаешься и которое дает тебе ощущение иммерсивности. То есть мы с ребятами жаждем добиться такого ощущения, чтобы когда вы спускались к нам в подвал, вы полностью оказывались в другом мире, в мире ведьмака, чтобы у вас возникало ощущение, что вы сейчас находитесь в реальной таверне, где можно взять контракт на утопца, где можно сыграть в кости или гвинт, где можно выпить какого-нибудь там темерского стаута. Вот. И с 1 октября мы посмотрим, получилось ли у нас достичь желаемого. Мы жаждем увеличить иммерсивность за счет интерактивов. Вот. Я думаю, можно вкратце рассказать, что мы придумали. Да. Как вы могли уже видеть в моих коротких роликах, у нас помимо основного зала будет секретная комната. Это будет наша главная интерактивная комната, и вы сможете просто зайти туда, пофотографироваться и посмотреть, как там все будет круто и интересно, так и принять участие в специальном интерактиве в этой комнате. Что это будет за интерактив, вы узнаете чуть позже. Но интерактив, как и название, является весьма аутентичным, взят напрямую из книг, поэтому скоро узнаете. Это будет очень интересно. Также у нас будет тематическая подача некоторых позиций из меню. Например, ведьмачи эликсиры. Вы это тоже уже могли видеть на моем канале. Я показывал, у нас будут настоящие ведьмачи эликсиры в настоящих вот таких вот колбочках. Когда вы будете заказывать набор из эликсиров, вы будете получать их в сундучке, что будет тоже очень круто и необычно. Помимо этого, у нас будут другие интерактивные позиции, очень прикольные, вам они точно понравятся, и о них мы вам расскажем тоже чуть позже. По поводу кухни будут улитки, про них очень много спрашивали. Да, улитки будут. Будет пастуший пирог обалденный, вчера его прорабатывали, оценили по достоинству. И много других блюд, как на компанию, так и для одиноких путников. Да, кухня тоже будет вас приятно удивлять. Все позиции взяты не с потолка, все они выбраны из литературы, так или иначе присутствовали в книгах, в игре, в любимом сериале. Нет. Нет, про сериал мы сейчас отдельно скажем. Вот по поводу кухни, у нас будут только тематические блюда. Они будут взяты, например, из книг. У нас будет знаменитая уха платагонов, которую ели Геральт, и вилэн Тритенмерт, борх три галки. У нас будут знаменитые ревизки, улитки, и все другие позиции у нас будут, соответственно, соответствовать таверне. То есть у нас не будет там ролл Калифорния, там рамен и там картошка фри обычно. Нет, у нас будут только тематические блюда, которые реально могли бы быть во вселенной Ведьмака. Это же касается и напитков. У нас будут разные настойки, эликсиры, пиво, вина, более крепкий алкоголь. А также, если вы не пьете, мои зрители канала, например, знают, что я вообще не пью, ребята тоже вообще не пьют, и для вас тоже будут разные напитки, будут безалкогольные эликсиры, будут там различные тоже соки, квасы. И чтобы вы не приходили в таверну и не пили только воду. То есть будет много всего интересного в меню, это точно. Хочется ответить на вопрос по поводу рекламной кампании. Нам многие писали в комментариях, что изо всех щелей реклама лезет, уже невозможно, скоро уже будет кот или собака продавать нам вашу таверну. Хотим сказать, что за рекламу мы не заплатили ни рубля. Это все произошло нативным образом, случайно. То есть Найтмар в своих соцсетях освещал деятельность по открытию, и какие-то новостные агрегаторы просто взяли себе на повестку эти новости и завирусили. Сначала это стало появляться в таких каналах, как Лепра, Лентач и прочее. Пекарня, по-моему, была одна из первых. Да, одна из первых. И я понимаю, что у них потом подхватили другие новостные ресурсы. Да, редакторы взяли себе на вооружение практически во всех крупных пабликах Москвы и даже в целом России засветилась новость о том, что планируется открытие таверны по Ведьмаку. Вплоть до того, что даже один из наших любимых блогеров Артемий Лебедев недавно уделил внимание, рассказал про открытие. В Москве появится таверна в стиле Ведьмака. Пусть ребята развлекаются. Кстати, фанаты Ведьмака тоже смогут погрузиться в любимую вселенную. Причем прямо в Москве. Ведь в октябре в столице откроют бар под Ведьмачьим мечом. Туда можно будет завалиться между выполнением квестов и насладиться атмосферой таверны из мира Ведьмака, а также сыграть там в Гвинт или Кости. И я сейчас в Москве и с удовольствием бы заглянул в эти фэнтезийные места. Но они все допускали несколько небольших ошибок, которые мы хотим немножко поправить, сделать ремарку. Там писали про то, что фанаты сериала Ведьмак... Фанаты сериала Ведьмак открывают свою таверну, которая будет в духе сериала. Нет, ребят. Мы не любители сериала Ведьмак от Netflix и наша таверна никак не будет связана с сериалом. Вот вообще никак. Никаких даже не будет там отсылок и ничего подобного, потому что сериал не имеет отношения ко вселенной Ведьмака, я так считаю. Это очень плохая пародия. Мы будем делать нашу таверну исключительно по книгам и по играм. Никакого сериала там не будет, ребят. Еще там были допущены несколько важных ошибок. Как вот Вова сказал, мы не покупали эти посты, мы их не заказывали, мы не давали информацию о нашей таверне. Соответственно, некоторые там неверные пункты были. Например, что таверну открывает группа Старшая Кровь. То есть это не так. Таверну открываем вот мы вчетвером. Вот четвертый Андрей Николаевич Зайкин, как я говорил в начале видео. Моя группа Старшая Кровь непосредственно к открытию таверны никакого отношения не имеет. Понятное дело, что мы будем там выступать. Вот как можно чаще мы будем и на открытии два раза выступать, на неделе открытия мы будем потом выступать регулярно. Я как бы основатель таверны, один из основателей таверны, я являюсь еще и основателем группы. Но как бы непосредственно группа и таверна это два разных, не связанных там ничем проекта. Вот поэтому, вот это была ложная информация. Там еще прикрепляли видео нашего выступления старого в другом заведении. И была вообще путаница. Некоторые начали писать, что это же заведение уже существует. Почему там вы говорите, что будет новая таверна? Это ошибочная штука, которая вот произошла из-за того, что начали упоминать нашу группу. Это просто старое выступление из другой таверны. Соответственно, наша новая таверна никакого отношения ко второй таверне, которая уже существует, не имеет. Вот были там еще определенные ошибки. Там какие-то были немножко даже унизительные тезисы, что типа мы там побираемся, там просим, чтобы нам фанаты там приносили декор. Мы ввели такую штуку, что те, кто хочет нам помочь, могут нам что-то в таверну подарить. Мы это там красивенько повесим на стену, и человек получит какой-то бонус, и там его какой-то меч или какой-то элемент там костюма будет висеть в нашей таверне и радовать посетителей. Но это не значит, что вся таверна будет состоять только из таких предметов. Их на данный момент нам принесли не так много, и там 90% декора это будет как бы исключительно либо приобретено нами, либо подарено нами другими людьми, там нашими очень хорошими друзьями. Вот то, что писали, что мы типа там побираемся и просим фанатов приносить, но это как бы не совсем так. Но есть определенные люди, у которых, допустим, там лежит где-то там, не знаю, в кладовке меч, который он там 20 лет назад последний раз доставал, он ему не нужен, и вот он захочет нам его подарить, почему бы, собственно, и нет. Также у нас есть финансовый сбор, потому что некоторые люди изъявили желание нас просто, вот просто так поддержать материально, и как бы все собранные средства у нас тоже идут на обустройство таверны. Был один человек, мы ему сейчас прям скажем отдельное спасибо, который просто написал мне в личку, что хочет поддержать таверну, и задонатил нам 150 тысяч рублей. Все эти деньги пошли тоже на антураж, на обустройство таверны. Вот огромное тебе спасибо еще раз от нас всех. Да, мы столкнулись с тем, что оказывается у нас в странах, бывших странах СНГ очень много фанатья Ведьмака, потому что он, во-первых, славянской фэнтези, во-вторых, потому что просто-напросто, мне кажется, русскому человеку близка эта история животрепещущая. Вот, и множество людей, фанатов изъявили желание принести, оторвать какие-то от себя интересные элементы декора, какие-то, как Саша правильно сказал, мечи, щиты, то есть, и мы были удивлены, что у людей такое жгучее желание поспособствовать открытию таверны, свою лепту внести, поэтому мы приняли решение как-то это озвучить, что да, ребята, можете приносить, вот, и мы обязательно всем выкажем респект после открытия и что-нибудь придумаем, чтобы у людей было приятное послевкусие, чтобы они ощущали, что они действительно поспособствовали открытию. Да, и причастны к открытию. Да. Что касается открытия таверны и непосредственно первого числа, на текущий момент, на момент записи этого подкаста у нас полная бронь с первого по восьмое число включительно, то есть, забронировать место в таверне можно только начиная с восьмого числа, вот, а к сожалению, так как таверна все-таки имеет ограниченное физическое пространство, мы не можем пускать людей как бы сверх меры, поэтому особенно первого числа на открытие мы будем пускать в таверну людей исключительно по предварительной броне. Вот, потому что если мы будем пускать без брони, то в таверне просто, ну, будет не пройти и, к сожалению, это попортит сильно внутреннюю атмосферу. Соответственно, если вы не успели забронировать место там на первое, второе, третье число, то сейчас доступные варианты брони можно уточнить в нашей группе ВКонтакте. У нас сидит человек, который там круглые сутки практически отвечает на сообщения. Если вам не ответили на сообщения там в течение там 10 минут, часа, двух, то, пожалуйста, наберитесь терпения, потому что очень много сообщений, очень много желающих и физически тяжело прям мгновенно отвечать всем, но вам обязательно ответят и место вам забронируют. Если вы не успели попасть там на первое, второе число, то у нас есть хорошие новости, у нас будет, можно сказать, целая неделя открытия, и начиная с первого числа, там вот число по седьмое, там до воскресенья этой недели, у нас будут происходить каждый день какие-то очень интересные штуки. Концерты не только моей группы Старшая Кровь, но и других музыкантов, различные крутые ивенты, и в принципе такая неделя тусовочное открытие, поэтому если вы попадете второго, третьего, четвертого, пятого числа в таверну, вы попадете на вот эти вот разные крутые мероприятия. Так называемая синяя неделя. Также, друзья, если вы являетесь косплеером, либо у вас есть какие-то классные шмотки по вселенной, мы вас призываем и активно топим за то, чтобы вы приходили во всем этом к нам в таверну, чтобы поддерживать и создавать дополнительный антураж, потому что, как я уже выразился, мы за то, чтобы все было иммерсивно, и когда вы попадаете в подвал, вы окунаетесь во вселенную Ведьмака. Наша таверна находится в самом центре Москвы по адресу Камергерский переулок 5-7. Это буквально там в четырех где-то минутах ходьбы от метро театральная охотный ряд. Там же рядом есть фиолетовая ветка Кузнецкий мост. Оттуда идти чуть дальше, там минут 10, но в целом это очень удобная транспортная доступность, и мы еще, наверное, отдельно снимем ролик, как дойти от метро до таверны. Вот обязательно вам тоже покажем. Найти нас будет несложно, у нас будет висеть большая вывеска под ведьмачьим мечом, но мы это все тоже подробнее к моменту открытия вам покажем. Да, я думаю, на все вопросы мы глобально ответили. Друзья, приходите обязательно после открытия, желательно бронируйте места, потому что благодаря такой активной пиар-компании, независящей от нас, мы столкнулись с тем, что народу придет очень много, поэтому бронируем места, следим за новостями и мы это сделаем, да? Да, давайте выпьем за успех правого дела.